2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. А это значит, к учителям будет особое внимание. Одна из основных задач – повысить престиж этой нужной и важной профессии. Один из вариантов, как привлечь к работе в школах молодых педагогов – это улучшить их материальное положение. О том, как в Тверской области поддерживают молодых специалистов, какие меры поддержки существуют и как школа решает вопросы с педагогическими кадрами, рассказывает наш корреспондент. За последние три года в образовательные организации региона трудоустроилось более 350 молодых специалистов. Только 116 из них в текущем году. В Тверской школе 34 работают пять молодых педагогов. Это и учителя начальной школы и старших классов. Среди них Алина Сурсина. В ее случае, как рассказала педагог, она не выбирала профессию, а профессия выбрала ее. После окончания исторического факультета встал вопрос о трудоустройстве. Решила попробовать преподавать. Получилось. Так посложилось, что эта деятельность педагогическая меня увлекла, захватила. Одним из главных достоинств нашей школы является как раз дружный педагогический коллектив. Старшее поколение педагогов оказывают помощь методическую, даже моральную поддержку оказывают. У нас есть наставничество. Наставник помогает в работе молодому педагогу. Коллектив играет немаловажную роль в том, что педагог не только приходит на работу в школу, но и остается там в итоге работать, признает молодой учитель. Еще один немаловажный фактор – зарплата. Молодой специалист первые три года может рассчитывать на специальные надбавки. Как ладо им выплачивается 50%. Если есть какая-то еще возможность, то как директор школы я могу сделать еще какую-то доплату, если учитель берется за выполнение какой-то функции еще. Если учитель молодому педагогу доверит в коллективе еще классное руководство, то добавляется еще 6500 у нас сейчас в регионе классное руководство. Сейчас в ряде тверских школ открыты вакансии учителей-предметников и учителей начальной школы. В 34-й одной из крупных учебных учреждений свободных ставок нет, рассказывает директор. Задачу по укомплектованию штата удалось решить уже давно. Как мы выходим здесь из ситуации? Мы еще пошли по такому направлению, что заключаем целевые контракты с будущими педагогами. На данный момент у нас заключены три целевых контракта. Это будущий учитель русского языка и литературы, будущий учитель английского языка и будущий учитель-дефектолог. И я хочу сказать, что эта программа работает. В школе нужно отработать, но как и ранее это было три года, даже вот два-три года вы отработаете, для школы это будет большое дело. Если говорить о мерах поддержки учителей в целом, то в Верхневолжье есть программа «Земский учитель», которая нацелена решить вопрос с кадрами в сельских школах. Учителям, прибывшим на работу в населенный пункт, где проживают до 50 тысяч человек, предоставляется выплата в размере 1 миллиона рублей. Всего за время действия программы регион получил 22 специалиста. К тому же тверские учителя два года подряд получали к 1 сентября единовременную выплату в 10 тысяч рублей по инициативе губернатора. Игорь Рудене отметил огромный вклад педагогов в воспитание и развитие будущего поколения. Тверская область всегда славилась учителями с большой буквы. Сегодня педагоги Верхневолжья активно внедряют современные программы и технологии обучения. При этом сохраняют выдающиеся традиции отечественного образования. Воспитывают детей на основе уважения к труду, к истории нашего Отечества, заботливого отношения к родной земле. Еще в год педагога и наставников Тверской области проходит всероссийская акция «Учить вдохновлять развивать». До конца декабря можно выразить слова благодарности учителям. Для участия нужно разместить публикацию на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте с текстом, фотографией или видеороликом по темам «Наставник-педагог» — это. Итоги акции будут подведены 27 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok